Из переписки со знакомой женщиной Привет, Ирина! Хочу сообщить, сегодня я получил письмо от женщины, которая проходит первый цикл работы с видеотренингами раскрытия чакр. Ты писала, что тебе интересны результаты. Привожу тебе цитату из письма от занимающейся женщины. На второй неделе после работы с третьей чакрой в течение дня были крокорвеменные ощущения в области сердца, а затем появилась легкая вибрация, которая наблюдалась через промежутки времени до следующего дня, до работы с четвертой чакрой. На четвертом видеотренинге слезы, при этом возникло ощущение напряжения в области шестой чакры, межбровные мышцы сжимались, вибрации в области сердца и чезли. На третьей неделе при работе четвертой чакры рыдание в перемешку с хохотом, низкими голосовыми звуками. В общем, букет эмоций и чувств. При этом снова напряжение в области шестой чакры, на лице гримасы, то злобы, то отчаяния с потоками слез. При повторном прохождении четвертого и шестого тренинга все было спокойно. При работе с другими чакрами никаких резкостей не наблюдалось. В целом, после каждой балансировки было ощущение состояния проветренного помещения, состояния легкости, свежести. Конец цитаты. Ирина, обрати внимание. Слезы, гримасы, рыдания, хохот. Тебе это не напоминает процесс изгнания низких духов? Ответ Ирины. Здравствуй, Сергей. Напоминает. И сразу возникает вопрос. А что дальше? Если проводить аналогию с изгнанием злых духов, то обратимся к словам Христа. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметанным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее уже первого. Матфея, глава 12, стих 43-45. Как вымется на очищенную душу свою, сохраняясь в таком состоянии? Как ты считаешь? Мой ответ. Привет, Ирина. Ты отлично знаешь текст молитвы. Отче наш, да светится имя твое. И далее строка. Да будет воля твоя на земле. Там дальше прошение. Дай. Что-то реальное, материальное. И вся сила молитвы в этом случае часто уходит в попрошайничество. А ведь слова «да будет воля твоя на земле» должны стать мотивацией в человеке на проявлении воли Бога через человека здесь на земле. Многие слышат голос Бога. Иногда его именуют совестью. Иногда интуицией. И это так. И есть тонкая разница между совестью и интуицией. Совесть – это механизм безусловного прохождения воли Бога через конкретного человека. Человеку стало стыдно, если совесть нечиста, и он изменил свое отношение, свое поведение. Выражаясь языком энергетики чакр, совесть – это канал безусловного прохождения энергии от шестой чакры к третьей чакре. Шестая чакра – это центр духовной воли. Не душевной, а духовной от слова «дух». Ведь Бог – это повелитель или господин духов. Кстати, на сайте у меня есть программа «Тестирование состояния чакр». Бесплатная. И многие проводят тестирование состояния своих чакр. И присылают результат тестирования. И знаешь, что я подметил? Почти у 90% людей шестая чакра не просто мало активна, а кармически закрыта. Обратите внимание, ведь шестая чакра – это центр духовной воли. Центр или орган ощущения воли Бога. Третья чакра – это центр телесной воли. Воли, которая управляет физической деятельностью человека. Третья чакра хорошо развита у хороших управленцев, успешных менеджеров, сильных руководителей. Когда в быту говорят про человека с сильной волей, то, как правило, имеют в виду телесную волю третьей чакры. Проявить волю Бога здесь, на земле – это провести волю Бога, которая ощущается шестой чакрой. Пропустить эту энергетику до третьей чакры. То есть приступить к реализации воли Бога в физической деятельности. Если энергия и мысли Бога хорошо воспринимаются шестой чакрой и энергетические каналы чисты, то происходит чудо. Жизнь человека наполняется яркими красками. Проявляется божественный промысел в жизни человека. Просто потому, что человек начинает жить, руководствуясь мотивами не ежедневных, сиюминутных потребностей, а потребностями своего жизненного предназначения. Ведь Творец создал изумительно великолепный и изумительно сложный инструмент – человеческое тело. И если человек научится им правильно пользоваться, то его жизнь будет полна изумительных, приятных сюрпризов. Кстати, на странице отзывов людей, занимающихся методикой раскрытия чакр, есть несколько писан именно такого плана. Здесь следует отметить, что молитва «Отче наш» может стать сама инструментом проработки, прокачки этого канала от духовной воли к физической. Но просьбы в тексте этой молитвы даны для того, чтобы люди отчетливо увидели связь между их желанием явить волю Бога на земле и изменением к лучшему или просто сохранением их жизни в хорошем качестве. Акцент на попрошайничество уводит людей от основной идеи молитвы. Проблемы сегодняшних людей абсолютно одинаковы с проблемами, о которых повествуются в библейских историях. Поведение людей абсолютно одинаковое. Божественнее с тех пор люди не стали ни на иоту. Сколько войн, насилие, несправедливости власть имущих. Две тысячи лет как будто не прошли. И признаков изменения ситуации не видно. Как овцы по кругу ходим. В практических действиях религия за эти две тысячи лет доказала свою несостоятельность. Потому что не предпринимались адекватные попытки развить в человеке способность восприятия воли Бога и способности проводить эту энергию до рук и ног, образно говоря. Напротив, все неординарные проявления человеческих способностей давились и запрещались. Ты ведь практичный и целеустремленный человек. И понимаешь, о чем я. Результат. Вот критерий любой деятельности. Письмо от Ирины. Здравствуйте, Сергей. Мой ответ. Энергия. Энергия смирения необходима. Это энергия настройки на канал Всевышнего Творца, сущего. И есть другие чувства, другие энергии. Например, безграничное доверие Богу, Творцу. Безусловная любовь к Богу, к Творцу. Это все яркие проявления в ощущениях тех физических процессов, которые энергию Духа переводят в физическую энергию действий. Например, безусловная любовь к Богу ставит человека на ступеньку со-творца с Богом. Смирение – это ближе к компромиссам между эго, гордыней, личными планами, человеческими представлениями о его счастье и волей Бога. В смирении много энергий уходит на подавление энергии плоти. Не тела, а плоти в религиозном понимании, то есть ум, воля, душа. И на обтворение по поводу полученного посыла от Бога, в случае наличия только энергии смирения, остается чуть-чуть. Смирение необходимо для человека, начинающего свой путь движения, для того, чтобы почувствовать энергию божественного промысла. Но дальнейшее движение к вершинам других состояний, например, состояния со-творца, только энергии смирения не будет обеспечено. Повторю, в рамках этого физического мира важно провести волю Бога, которая ощущается в шестой чакре, пропустить эту энергетику до третьей чакры, то есть приступить к реализации воли Бога в физической деятельности. На этом конец переписки с моей знакомой. В дополнение немного о точках пересечения терминологии христианства и терминологии, описывающей чакры и механизм. Начнем со второй западе. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. То есть не сотвори себе кумиров, не поклоняйся и не служи им. На языке энергии чакр не создавай сам себе потолок, не блокируй аджну, шестую чакру. Откройся миру и познавай мир. Осознавай, что он тебе хочет дать. Какие уроки каждая ситуация тебе несет. Пятая заповедь. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Иначе возлюби ближнего. Прощение – это в терминах чакр гармонизация и раскрытие четвертой чакры – анахата. Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. В терминах чакр не допускай пробоя второй чакры Садхистана. Не своди свою жизнь только к половому акту. Секс ради секса приводит к деградации второй чакры. И впоследствии – болезни и проблемы в личной жизни. Загрязненный мутный энергетик этой чакры передается и нашим детям. Телесная энергетика второй чакры – это топливо для пятой чакры, очищенное сердечной чакрой. Если жить в любви на вибрации ханахаты, более высокочастотная энергия прочищает вторую чакру и дает импульс к молодости, здоровью, творческому началу, а дети вырастают совсем иными. Девятая заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И это дисциплина пятой чакры – вишудхи, центра изреченного слова. Когда грубая, мутная энергия идет изнутри, и вы ее опускаете, возникают проблемы с горлом, зубами, с творческой реализацией. Десятая заповедь. Мыслями и тяжелой энергетикой забивают, засоряют манипуру – третью чакру человека. Сердечная чакра – анахата, четвертая чакра, тоже блокируется. Первая заповедь. Бог един и нет других богов, кроме него. С точки зрения личности, единение человека с Богом возможно, когда он, человек, личность, един, как тело, душа, дух. Единение тела души, духа с высшим Я – одна из задач седьмой чакры – сахасрары. В практике христианства есть посты. Это в терминологии чакр. Поддержание манипуры – третьей чакры, центра телесной воли. При этом время постов подобрано так, что отказ от продуктов, которые энергетически выдыхаются при хранении, дают телу отдохнуть и удалить тяжелую энергетику, что накопилось. Далее информация, на которую вы, зритель, можете обратить свое внимание. На слуху у многих такие термины, как «сглаз», «порча» и другие воздействия на энергетику человека. Вы можете помнить о том, что подобные урои сбои в энергетике человека легче наводятся, если энергетические каналы и состояние энергетических центров оставляют желать лучшего. Например, каждый слышал слово в сочетании «родовое проклятие». Проблема здесь в нарушении естественного тока энергии от седьмой чакры до первой чакры. Если человек не уделяет должного внимания каналу продвижения божественных энергий от сакральной чакры до корневой чакры, то внести порчу или нарушить отлаженный ток движения энергии со стороны возможно. Среди путей поддержания канала в рабочем состоянии и восстановления пропускной способности канала, можно обратить внимание на следующие методы. Первое. Молитвенная практика с обязательной визуализацией энергетического канала. Второе. Видеотренинги «Активация энергии чакр». Регулярная практика того или другого метода позволяет не только быть застрахованным от внешнего воздействия, но и на качественном уровне улучшить свою душевно-телесную жизнь. Особенностью второго варианта метода активации энергии чакр является тот факт, что освоение принципа активизации энергии чакр в дальнейшем позволяет человеку буквально за одну-две минуты восстанавливать условия для нормального тока энергии в любой ситуации и в любое время суток. Продолжение следует... Продолжение следует...